Бонжур 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 Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, друзья! На 100 баллов! Сегодня половина экспертов выглядит еще восхитительнее, чем обычно. С праздника, милые дамы! А другая половина думает о том, как успеть купить цветы после съемок. Удачи вам, мужчины! Среди этих праздничных лиц представители всех существующих музыкальных жанров и направлений. Певцы, авторы, композиторы, преподаватели, победители различных премий и легенды музыкального мира. Аплодисменты нашему многочисленному жюри! Руководит им бессменный лидер, который, кажется, никогда не покинет свой пост. Великий Сергей Лазарев! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй, Коля! Здравствуйте, уважаемые зрители! Привет, сотня! Мне кажется, я давненько вам этого не говорил. Я вас люблю! И вы лучшие! АПЛОДИСМЕНТЫ И также хочу поздравить всех вас с финалом, потому что все это задумывалось как авантюрный творческий эксперимент, а вылилось все в потрясающий интересный сезон. Друзья, я всех поздравляю с финалом и удачи, удачи всем участникам! Правила финала почти не отличаются от обычных. Лучшие коллективы по-прежнему поют перед сотней. Если кому-то из экспертов нравится выступление, то он должен встать, нажать на кнопку и подпеть. Здесь участники получают столько баллов, сколько экспертов поднимутся на стене. Лучшие попадают в тройку лидеров и остаются там, пока кто-нибудь не споет еще лучше. В конце фавориты сойдутся в вокальной дуэли и определят победителя специального сезона. Ну-ка все вместе хором, который получит Кубок Проекта и денежный приз 5 миллионов рублей! Не думал, что этот момент настанет так быстро, но время пришло. Мы начинаем финал самого масштабного вокального шоу страны. Ну-ка все вместе хором! Поехали! Стойки, присаживайтесь! АПЛОДИСМЕНТЫ Фавориты у каждого свои. Профессионалы все. Да у меня все фавориты вылетели. Твои фавориты. Да. Тогда ты самый объективный человек среди нас. Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, за кого голосовать, потому что каждый из них прекрасен по-своему. Каждый. Несмотря на женский праздник, я, кстати, поздравляю с ним. Я считаю, что вы просто самые наикрутейшие красотки, которые только существуют. Ой, как приятно это слышать. Не будем отвлекаться. Не будем отвлекаться. Мы не будем делать женским коллективам скидки в честь 8 марта. Нет, 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 нет. Это негуманно. Если только чуть-чуть. Не вздумайте ни в коем случае. Не вздумайте ни в коем случае. Ладно, ладно, ладно. Андрей, ты не устоишь. Здравствуйте. Мы хор. Кадас. Кадас. Это мюзикл, понимаешь, да? Это мюзикл. Я за культуру. Наше выступление было очень интригующим. Видели реакцию жюри, и это очень подстегивало к тому, чтобы отдаться полностью эмоциями здесь и сейчас. Для того, чтобы перейти на тумбы к нашим соперникам, не хватило одного балла. И мы услышали от жюри, что если наш коллектив не проходит в финал, то просто финал может не состояться. Я хочу предложить такую историю, друзья. У нас два коллектива набрали по 98 баллов. Я предлагаю эти два коллектива сразу пропустить в финал, а батл устроить между теми девочками, которые в любом случае батлились бы, и этими девушками. Потому что у нас, в принципе, 98-98 это лидеры, и они автоматически проходят. Это тоже заряжало, и это поднимало дух, веру давало нам в то, что мы должны это спеть, мы должны это показать. И это произвело большое впечатление, я думаю, на всех. И мы ждали этого батла. И мы вошли в него, и исполнили все, что хотели. И с теми эмоциями, и с тем характером, который несло наше произведение. И мы оказались в финале. В финале мы исполним другую композицию по своему характеру. Более нежный, более такой трогательный образ. У нас другие наряды, у нас другие лица, другие эмоции. Поэтому мы надеемся, что в финале мы всех удивим. Смотри, идут, идут, идут. Это будет великолепно. Наши любимые девочки. Сегодня в обуви. Ура, в туфлях. В прошлый раз они босиком были. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Хорка-данс, молодежный, любительский хорка-данс из Сибири, из республики Хакасия, вновь стоит на этой сцене. И нам невозможно в это поверить. Мы сердечно благодарим всех, кто участвует в создании этого уникального проекта, этого самого грандиозного музыкального шоу на нашем телевидении. Это правда. Спасибо. И как же здорово, что вам пришло на ум поставить на эту сцену хоровые коллективы. Потому что мы-то, хоровики, точно знаем, что петь в хоре – это великое счастье. И теперь, благодаря вам, все об этом узнают. Мне кажется, вы правда хорошее очень дело сделали. Еще самое, что интересное и главное, что нас оценивает 100 самых знаменитых музыкальных деятелей страны. Спасибо вам большое за эти слова. Вас похвалили. Вас похвалили. Дай бог, чтобы мы оправдали доверие. Мы в проекте, и это уже наша победа. АПЛОДИСМЕНТЫ О, а вот это интересно. А где солисточка у нее? У них солистка была такая крайняя. А, вот она, да. Не узнал ее сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ты помнишь весною При свете малой зари Как сказки по лесу Бродили долго мы Росою алмазной Блистали там цветы А как хорошо здесь Сказали нам они О, посмотри Как хорошо Как все круло Здесь расцвело Цвету труда Вы знаете, такое впечатление, что 8 марта здесь, у нас в студии. А что мы сидим, девочки, растели? Вот там, вот там, среди ветвей моё, нам соловей, а лес, листой, шуми, как планы, но с теми, они тоже танцуй веселей, среди лесов, среди полей. О, как хорошо нам весной, играй, пиши, иди, 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 иди. Там всё кругом, здесь на село, цветут рука, шуми, веса. Как нам опять, нам опять, о, как хорошо нам, опять возвратилась весна. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасный результат. Замечательное начало, Алиночка, тебе не кажется, что просто сейчас мы побывали в какой-то сказке, в каком-то мультике? Мне казалось, что я гулял просто в лесу каком-то весеннем. У побережья Голубого Дуная. Совершенно верно. Это чудесный вальс Штрауса, который мы привыкли слышать в инструментальном исполнении. Я, честно признаюсь, впервые услышала такую прекрасную интерпретацию в хоре, в голосе. И такие стихи чудесные. Мы просто побывали на балу, на балу. И вальсировали вместе с вами. Совершенно очаровательные зефирки, красавицы. Какое сопрано у вас чудесное. Я наслаждалась всю дорогу, уколола верхушечку. Всё спело чудесно. В дуэте вторила чудесная льтушечка. Спасибо вам огромное, девочки. Спели чудесно. Музыка великолепная. Я так рада, что нас сотня так поддержала. С таким классическим, академическим, стройным началом. Спасибо большое. Ну, с 8 марта, душа моя. Спасибо. Музы, наслаждение. Благодарю. Обожаю. Всех сегодня передцелую. Ну, а ты что, нехороший человек, так долго сидел в красном квадрате? Я наслаждался. Вы так потрясающе сливаетесь в унисоне. Это просто чудесно. Это просто чудесно. И действительно, ещё есть такое, как настроение. Вот это настроение вы с отборочных туров перенесли сейчас сюда. И я счастлив. Благодарю вас. Олесенька, здравствуй, дорогая, какая ты красива. Восхитительно выглядишь всегда. Марина, просто я не понимаю, тебя выбросило на берег моря. Наконец-то тебя подобрали, ты жемчужина сегодня. Да, принесли сюда. Можно я плечико твоё поцелую? Ой, боже мой. Не могу сдержаться. Такой праздник. Девочки, девушки, жемчужинки, я скажу про вашу энергетику. От вас была такая лёгкость, танцевальность. Вот Алина сказала, захотелось закружиться в вальсе. И спасибо вам большое вот именно за то, что вы открыли программу. И мы надеемся, что все остальные коллективы тоже будут нас окутывать своим теплом. Спасибо. Спасибо большое. Олеся, вы сегодня похожа на мою первую учительницу. Да, зачётку принесла. Зачётка у меня всегда с собой. Доставать сейчас или попозже? И сейчас, и попозже. Хорошо. Безусловно, конечно же, встала, потому что вот эта девичесть ваша, ваша чистота, не только внешняя, но и ваша исполнительская чистота, конечно, покорили. Вы прекрасны. Спасибо вам большое. Аж 23. И Акула. Акула сегодня в костюме Нептуна, что ли, как вы. Да? Вы что, сидите? Как будто бы вот эта песня не для финала была. То есть мне бы хотелось что-то вот грандиозное, глобальное. Потому что вот когда этот коллектив выступал первый раз, да, когда вот мы были на отборочных, было прям супер. Я вставал и получал удовольствие. Но, ну, не для финала. На финал хочется что-то глобальное, что-то грандиозное. Акула, Акула, что тебе придавила сегодня твоя корона? В самом начале как-то хотелось, наверное, чего-то грандиозного. Какие были крутые русалки. Это же было феерично. Какой шикарный руководитель. У меня нет слов. Как вы душевно все это преподаете. И как девочки вас чувствуют. И мы, конечно же, чувствуем их. Но не сегодня в моем случае. Спасибо вам большое. Большое. Передайте, пожалуйста, микрофон Родиону Газманову. Вообще попросил микрофон, потому что у меня сегодня очень большой праздник. Сегодня у моей мамы день рождения. Мама, я тебя очень люблю. И вся сотня сейчас меня поддержит. Правда? Поздравляем. Слушайте, как мне повезло, на самом деле, что я попал на финал. Потому что, наверное, у меня нет тех ожиданий, которые сейчас высказал Аж-23. Я могу насладиться вашим пением, вашей красотой, вот без каких-то предвзятых моментов. И это здорово. Вы потрясающе. Спасибо за такое нежное, доброе и очень теплое исполнение. Я в восторге. Спасибо. Ну что ж, наш изумрудный, наш драгоценный камень нашей сотни. Я хочу сказать, что невозможно придумать другого начала для сегодняшнего весеннего выпуска, чем ваше выступление. Абсолютно правильная эмоция. Вот лучшее не придумаешь. Спасибо вам за это выступление. Я в какой-то степени соглашусь с коллегами, которые сказали о том, что, конечно, ожидания от вас уже чуть-чуть завышены были. И, конечно, хотелось от вас какого-то движения внутри. Потому что тогда вы показывали мини-спектакли. Сейчас уже мы такие, ну... И вот первую часть выступления я боролся с собой. И вот все-таки в итоге, в конце выступления я с собой договорился и нажал эту кнопку. Потому что, когда на сцене что-то происходит талантливо, не поддержать это невозможно. Ну, в любом случае, у вас 85 голосов. А это говорит о том, что это прекрасное начало. Добро пожаловать на подиум лидеров. Мне, знаешь, мне кажется, немножечко вот пачки в самой объема, вот когда они занесены, переходили на пачку, не хватало немножко, может быть, объема. Немножко детскость еще такая присутствует. Это хорошо. Да, да, да. Это хорошо. Без лишнего объема вот этого женственности. Я бы, наверное, сказала не детскость, а девичесть такая, наверное, да? Ну, да, конечно, конечно. Ну, вот это вот отсутствие вот этого объема женственности. Девичья детскость. Груди, да, отсутствие... Смотри, что у нас помирил. Больше... Битва за победу в специальном сезоне началась. Первый хор уже выступил. И перепеть заново нельзя. Теперь все зависит от остальных участников, которые также пришли за победой. Встречаем следующий коллектив. Ну-ка все вместе в хором! Вот вы сейчас начинаете уже битва, битва голосов. Да, у нас есть ориентир, и с этого ориентира будем дальше отталкиваться. Ну, сейчас должно быть что-то такое зажигательное. Был ансамбль, был хор, который выходил и пел с бокалами. Они играли на бокалах. Да, да, и представляешь, они совместно, то есть им это аккомпанемент, были бокалы. И они пели просто. Да, они прошли. Добрый вечер. Мы представляем камерный хор «Петербургские сиренады». Это шикарно. Ребята. В прошлом нашем выступлении определенно мы переживали и волновались. Ребята вообще думали, что мы даже там и 80 баллов не наберем. И стена, она начинает зажигаться золотым, и баллы, баллы начинают подниматься. И я не могу поверить. То есть в какой-то момент у меня перехватило дыхание, я испугался, что я не смогу спеть. И когда уже я смотрю, я понимаю, что осталось всего 4 красных точки. Это было страшно, потому что перед нами хор Мифи набрал 98 баллов. И после них нам пришлось уходить, и это было очень страшно. Нам не удалось набрать 98, но мы набрали 96, которых хватило нам, чтобы занять второе место. И пройти на батлы, которые мы успешно прошли. Для финала мы выбрали очень яркое произведение. Оно узнаваемое многим людям. Аранжировка на это произведение очень самодостаточная. Мы думаем, что это поможет нам в победе. Мне кажется, вот на этом шоу есть такой момент, когда нужно отринуть вообще все рамки и показать то, каким ты есть, какой ты есть на самом деле. И делать все отсюда, от самого сердца. У них такая крутая работа с динамикой, прям тише, громче, настроение. Да, 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 да. Одним словом, сразу видно из Санкт-Петербурга люди. Здравствуйте. Камерный хор Петербургской серенады. Город Санкт-Петербург, Пушкин. Я хочу, чтобы душа наша с тобой, Николай, развернулась и не сворачивалась. Ну, смотрите, вот сразу видно, они настроились. Сейчас будет что-то капелло. Достал камертон на ля. Это на качелях. Ну, конечно, вот она, капелла. Пусть без бокалов, зато капелла. Пусть без бокалов, зато капелла. Не совпадают. Не совпадают. Ну, вот что ты думаешь? Я не знаю. Я встречаюсь. Это какие-то диссонансы специально? Да, по-моему, да. Какие-то гармонии. Какие-то странные аккорды. То ли они странные аккорды, то ли они просто кто-то мажет. И низа не хватает. Ну, это все вопрос озвучки. Пусть без бокалов. Пусть без бокалов. Пусть без бокалов. Звучание. Красок не хватает. Все одно и краска. Единственное, что мне понравилось. Пасаг. Все. Камерный хор. Петербургские серенады из Пушкина. Давайте посмотрим, сколько голосов они набирают. Потрясающей песней. «Фуникули и фуникула». 80-80. Но мне все-таки не хватало в итальянской песне сопровождения оркестрова. Все-таки хотелось вот этой бури, вот этого взлета, вот этого фуникулера, когда хочется прямо вот взлететь вместе со всеми прекрасными голосами. Виктория, с 8 марта вас. Вы сегодня просто королева во всех, как говорится, своих апостасиях. Спасибо. И королева вокала, и королева сегодняшнего праздника. Спасибо. Что скажете? Волшебное настроение сегодня, потрясающий вечер, праздник, настоящий праздник хорового искусства, великого хорового искусства. Этот коллектив не перестает меня удивлять. Понимаю, как это сложно, какие были сложные гармонии, еще и акапелла. Потому что эту песню мы исполняли вместе с Урабом Саткилавой, Царство Небесное, и с хором Большого театра, очень часто на гастролях. Но вы крутые, у вас есть свое лицо, какая-то своя магия. И жалко, что сегодня не получилось больше. Но я буду все равно в душе всегда за вас болеть, поддерживать. И давайте взлетать выше сегодня. С праздником, все мои любимые женщины, девушки, красавицы. Свои настоящие праздники. Спасибо, Вика, спасибо. Ну что, Альберт. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Стена. Всех приветствую. Это потрясающий коллектив из очень красивого города. Я очень рад, что этот коллектив сохраняет вот эти академические традиции. Но в этой песне, ведь мы знаем, что Луиджи Дэнсон написал эту песню для того, чтобы люди радостно и весело ехали на фуникулёре, который только что построили. И вот под вот эту аранжировку, мне кажется, им было бы страшновато немного, честно говоря. Не хватало драйва. Так первый раз едут, непонятно, обвалится, не обвалится. Может быть, да, в том-то и дело, поэтому опасно все-таки. Но я очень рад, что вы сделали это в своем стиле, не стали подражать, не стали искать какое-то новое лицо для себя. Я не мог не встать, чтобы поддержать просто ваше направление в целом, ваш профессионализм. Большое вам спасибо и удачи. Спасибо. А мы тоже не стали искать новое лицо, Николай Ерохин. Здравствуйте, дорогие друзья. Всех с праздником поздравляю. А что-то такое грустное? У тебя что-то с этим праздником грустное связано? Да нет, все хорошо, было бы. Тогда поздравь ярче наших дам с праздником, Николай. Дорогие мамы, бабушки, девочки, сестры, жены, я вас очень всех люблю. Будьте счастливы. Ну а теперь о вас, ребят. Ваши диссонансные аккорды меня немножко напрягли. Ну и, конечно же, самое главное в этой песне – это настроение, это полет, это энергия, которую я не почувствовал вообще. Мы послушаем других экспертов Андрей Биль. На самом деле в этой оркестровке есть много моментов, которые мне понравились. Мне как раз понравились эти сложные аккорды. Это другое прочтение. Вот так. Это другое прочтение. Это интересно и это свежо. Это уникальный коллектив с уникальными возможностями, с уникальными творческими полетами и решениями. И я просто счастлив, что я познакомился с вами на этой фантастической программе. Спасибо, Андрей, спасибо. Ну что ж, несмотря ни на что, Волан-де-Морт нашей стены стоит. Он выше меня. Я дышу тебе в подмышку. Я дышу вам в глаза, Николай. Глаза? Они у меня уже плачут. И я внутри плачу. Плачет. Давайте поплачем вместе по поводу коллектива. Я не буду плакать по поводу этого коллектива, потому что второй раз вы меня удивляете. И я только сейчас понял, что меня в вас так притягивает. У вас, наверное, есть то, что цепляет даже человека без музыкального образования, без базовых каких-то знаний. Это то самое стремление энергетическое. Когда человек, глядя в глаза любому из солистов этого музыкального хора, захочет, подумает, примерит на себя образ того произведения или героя, о котором исполняют здесь. И его это сподвигнет, может быть, на прослушивание новой музыкальной пластинки, похода в театр, похода в кино, похода на отдельное сольное выступление какого-либо хора. А ведь это движущая сила, вот это стремление или интенция, как говорили ученые 19 века. Огромное вам спасибо и низкий вам поклон за стремление. Спасибо. Спасибо, Давид, спасибо. Сергей Лазарев. Мне кажется, перемудрили. Перемудрили и в какой-то степени не дожали. Всю первую часть мы пересматривались друг с другом и не понимали, то ли грязные аккорды, то ли это вы специально какое-то другое решение. К финалу мы поняли, что это другое решение. Да, в вас есть некая энергетика, вы притягиваете. Руководитель у вас такой тоже немножко, мне почему-то вообще, ну, не гоголевская тема, не знаю почему-то. У вас есть, безусловно, энергетика, но сейчас как будто она пошла немножко в другом русле, куда-то не туда. Спасибо вам огромное за выступление, мы, безусловно, вас запомнили и уверен, что вас запомнили все телезрители, но для финала 80, конечно, мало. Умеешь, Сергей, приятные вещи говорить? Прекрасно, конечно. Ну что ж, 80 голосов, в любом случае вы попадаете на подиум тройки лидеров, поэтому я считаю, что это прекрасный результат. Возможно, сегодня никто и не споет лучше вас, откуда вы знаете. Это финал, здесь возможно все, поэтому приглашаем вас занять второе место в тройке лидеров. Вот в отборочном я бы на такое не встал, а в финале я почему-то встал, пометуя прошлое выступление, вот сам себя ругаю. Ну, по баллам все равно, ну, было бы у них 60 тогда. Не, по баллам честно. Ну, если бы не встали бы те, кто не хотел. По баллам все честно, слава богу, что есть сотни, которые... Сейчас адекватность какая-то существует. Вот в данной, в этой песне лучше было ничего не менять. Ну, хорошо, неужели такое не может существовать без оркестрового аккомпанемента? Может. Проблема не в отсутствии оркестрового аккомпанемента, а проблема в отсутствии энергии. Так, сегодня 8 марта, ты должен согласиться со мной в конце. Я не могу. Когда в нашем шоу побеждает один вокалист, эмоции в студии просто зашкаливают. Что здесь будет твориться, когда о своей победе узнает коллектив из нескольких десятков человек? Боюсь даже представить, но очень хочу увидеть. Ну-ка все вместе, ну-ка продолжим финал. Я бы хотел разбавить, честно говоря, вот наше начало какими-то танцами. У нас есть ансамбль, я помню, который как раз и танцевал замечательно, молодежь. Да-да-да. Молодежный такой. Вот их бы хотелось послушать. Всем привет! Мы Open Sound! А нам, о-о-о, по барабану, если все не по плану, то мы переиграем, главное и по барабану, по барабану. На нашем прошлом выступлении мы набрали 93 балла. 94. 94. Извиняюсь, 94 балла. Ну, конечно, что происходило дальше, мы просто, я не знаю, нужно было вызывать скорую, если честно, потому что там были просто максимальные перевороты. Два коллектива набрали одинаковое количество голосов. И нам срочно нужно выяснить, кто из них будет располагаться выше в тройке лидеров. Нас ждет тайное голосование. Для начала я хочу попросить нажать кнопки тех, кто отдает свои голоса хору Open Sound. Если за первых, то сейчас нажимай, да. Я нажимаю. Вот где бы мы ни находились, мы всегда попадаем в какие-то различные передряги. Вот, например, вот это тайное голосование. У нас были два конкурента. С кубинцами. С кубинцами, с кубинцами. Да. Мы, когда они вышли, ну, я сразу сначала подумала, что они очень музыкальные ребята. То есть фактурные было понятно, что сейчас будет какое-то крутое музло. Было хорошо, очень классно было. Очень крутое выступление. Я закрываю голосование. Давайте посмотрим результаты. Внимание на экран. И что? А все. Мы выиграли. Встали, подумали. Ага, стоим на стойке первые. Ого-го. Ну все. Финал наш. А не тут-то было. Мы попали в батл. Победители последнего отборочного тура становятся джаз-хор детской филармонии из Екатеринбурга. И эстрадный хор «Опен саунд». В финале мы будем исполнять обалденную композицию. Но это, конечно, тайна, да? Но я думаю, по нашим образом немножко можно прикинуть, что это за популяр песня будет. Что-то шоковое такое. Что-то интересное. В общем, наша композиция, она просто изысканная, обалденная, самая вкусная, красивая. Я даже не знаю, эстетичная. Статичная. В общем, все прекрасно будет. Я думаю, мы еще встретимся не раз на этой прекрасной огромной большой сцене. И скажем, ну-ка все вместе «Опен саунд!» Молодежь! Они хорошие, хорошие. Они зажгли и в баттле победили. Они в баттле выиграли. Здравствуйте, дорогие. От самого сердца, с любовью, ваш «Опен саунд». Вот что мне не нравится, опять же, что у них опять солистка, и они опять будут вокруг нее плясать. Посмотри-ка, она сейчас ушла. А я не еда, она ушла. Посмотрите, какие они все яркие, интересные. Хочется, чтобы каждый смог проявиться. Каждый из них обработан, да. Ну, именно видно, что дизайнеры работают. Царица, 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 царица. Какой сап-тон. Все твои романы тяжелый вид спорта. Хороший мальчик. Как он здорово поет. Каждый бывший тренер, личность Новороссий. Голоса одинаковые. Внимательнее. Детка стала взрослой. И на этой дискотеке ты не плачешь. Под утро под любимые. Маскирует душ пудрой. Своё сердце обучил. Острое, как нож, крайний. И оно превратилось в драгоцветный, но камень. Теперь он пьяный. Я звонил мне. Я звонил мне. Я звонил мне. Царица, царица. Царица, царица. Мои взгляды любят. Я звонил мне. Я звонил мне. Он просто не может тебе не оскориться. Мальчик папы, он папы, он папа. Как устесняется, а как он целуется. Мальчик папы, он папы. Я звонил мне. Все звонил мне. Он все танцует, пока танцуется. Царица, царица. Мальчик папы, он папа. Не ожидал последствий, не просчитывал иске Ты уйдешь под королевский и уедешь по пути Теперь я пьяный, не пламя, не пламя Царица, царица, царица Одинный взгляд и любых, не пламя Я просто не мог, тебя не растворяется Теперь у пламя по пути Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо, спасибо, спасибо Этерия, я скажу тебе честно Меня никогда так на 8 марта не поздравляли Субтитры создавал DimaTorzok Ребята мои дорогие, что было видно Вы сконцентрировали Блин, какой аккорд, какая нота Какой интервал и так далее Вы на этом были сконцентрированы Вы нам не дали Ту энергию, которую мы от вас ждали Которая была в первый раз Первый раз в абсолютно свободной, как рыбы в воде просто Да, все, я стою Я знаю, какой это тяжеленный труд Поэтому вам успехов, удачи И зовите на концерты Спасибо, Этерия, спасибо, дорогая Ну что ж Арпи Абкорян Встала на Третьей минуте Почти в конце Было слышно, что вы не впеты Мне было обидно, правда Потому что вы одеты классно Вы понимаете, что такое быть артистами Я восхищаюсь все равно Уверена, что вы очень крутые Потому что в прошлый раз вы меня снесли Спасибо вам большое Спасибо, Арпи, спасибо Артем Цыпанов Вот есть человек, который всегда Найдет слова для того, чтобы выразить Самую бурю эмоций Девушки, девушки, дамы Во-первых, всех Международным женским днем Восьмое марта Ну а теперь к нашим, конечно же Очаровательным конкурсантам Ну, солистка Прекрасная Очаровательные Слов нет Мальчик поплыл Просто от вас Да Хочу сказать, что Ребята, у вас хит-образ присутствует Вот то, что необходимо Нашей молодежи Ведь все у нас сейчас Зависают в гаджетах И я уверен, что вся молодежь Которая сейчас находится возле экрана телевизора Они отбросят все сомнения И побегут в ближайшую музыкальную школу И будут проситься записаться в хор Чтобы возглавлять и быть похожими на вас Такими же молодыми Такими же позитивными У вас все получилось Радуйтесь жизни Наслаждайтесь весной Я уверен, что все будет прекрасно Я вас поздравляю с прекрасным выступлением Вы молодцы Аплодисменты Аплодисменты Дайте шума еще больше Ну, счастливый Радостный Сияющий Я про тебя, Сергей Лазарев Не про Олега Влади Друзья Вообще идея Гениальна Номер супер Выглядите супер Песня подобрана супер Спета плохо А это главное все-таки в нашем шоу Все остальные элементы пазла Они есть, но самого главного не было При том, что вы это можете В очередной раз говорю всем участникам Идя на проект На телевизионный проект Вы должны иметь Как минимум Минимум Десять ваших коронок Тех, которых вы вот прям вот На сто баллов поете Вы должны быть готовы К длинной дистанции Я уверен, что для вас это урок Но вы извлечете из этого урока Самое ценное И пойдете дальше Потому что вы сильные Потому что вы молодые У вас еще очень много времени Для того, чтобы исправить эти ошибки И взлететь, как Феникс Из пепла И победить Просто нужно делать второй сезон Мы придем и все докажем С удовольствием Мы вас ждем С результатом 43 балла Мы приглашаем Эстрадный хор Опен Саунд На подиум лидеров Ну я негодую в каком-то смысле Потому что они мне так нравились И так поступить со своей судьбой Вот у вас есть шанс Вам приковано внимание Нельзя упускать, да, его Но молодцы, что они выбрали Эту дорогу В современности Это круто Они думают, что они победят Потому что народ знает Народ будет подпевать И так далее Не будет Но не получилось Рискнули Просто рискнули Но с другой стороны Молодцы А почему нет? А нельзя в финале Так рисковать Но я приду на их концерт Мне очень интересно Возможно будущий чемпион Уже стоит в тройке лидеров Но с этим категорически Не согласны коллективы Которые еще только Собираются выйти на сцену Мы продолжаем финальную битву За звание победителя Специального сезона Шоу Ну-ка все вместе хором Надо выходить И кайфовать Да черт с ним С этими с пятью миллионами Главное Получать удовольствие От каждого выхода на сцену Не, ну подожди Ну подожди Ну кто из них получил удовольствие? Ну скажи мне кто? Поэтому они и первые Мне чего-то сегодня не хватает Ну вот я надеюсь Что сейчас выйдет большой хор Я уже вижу Выносят станки И я думаю Сейчас будет большой хор Который наконец Поднимет Николая Добрый вечер Мы представляем Академический Мужской хор Мифи Нужно признаться Что мы впервые Участвовали в таком проекте Потому что наш хор Все-таки академический И мы выступаем На академических площадках В консерваториях На хоровых олимпиадах А это для нас Такой совершенно новый опыт Жюри очень высоко оценило Наше выступление И мы получили 98 баллов Я наверное впервые ощутил Каково это Смотреть как ползет оценка соперника И не доползает до твоей Немножко Вот если вспомнить Комментарий Одного из членов сотни Сказал почему он не встал То буквально это прозвучало так Что я ждал от академического хора 100% попадания в академизм Я так ждал что будет классика Что будет что-то академичное Мы надеемся что этот человек Изменит свое отношение И мнение В финальных прослушиваниях Я хочу представить Это наш главный хормейстер Потому что хор то мужской Вот а хормейстеры у нас Почти все женщины Вот только в женских руках Мы так можем держать эту оралу Вот главный хормейстер Анна Хазанова В финал выбрано два произведения Одно основное Второе на батл На который мы очень конечно Надеемся и рассчитываем В него попасть За нас болеет весь университет И мы будем стараться Оправдать доверие А вот и они Это моя любовь Ой вот эта восхитительная женщина Прекрасная Боже мой Потрясающая Просто интеллигент Такая Казерная боеголовка Любите нас Какая красота Уже на то что вышли Встать Большое уважение К людям старшего поколения Смотрите какие возрастные стоят То есть они уже давно выпустились И ходят в хор Но это же вообще дорогого стоит Да Подача Культура восприятия Культура передачи А голоса Ну это что-то с чем-то Это высший класс Высший класс И ведь замечу Они не профессиональные музыканты Это любительский хор Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 девки на стене. Девчонки, с праздником, мои красавицы, с праздником. Мои маленькие разбойницы, боже мой. Господи, благослови вот этот вот проект, ну-ка всех хором, чтобы было продолжение. Как всегда, Господи. Я вам только одно скажу. Вот когда вы вот вышли, помните вот первый раз, ну мы помним очень, я сразу сказала, вот этот в середине, моя любовь. Вот откровенно, вы моя любовь. Хотите сметить, хотите нет. Так он вам улыбался всю дорогу, как вышло, у меня прям все. На третий ряд. Замужем я, Ленка, нет. Отдаю вас ей. Еще. Ну, такая благодарность дирижеру. Это сила, это культура, это глубочайший профессионализм, благородство. В общем, все самое... Вот она вышла, и мы знали, что все состоится. Низкий вам поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ Наш блистательный композитор во всех смыслах сегодня на стене стоит. Как тебе это атомное событие, которое произошло на сцене? Я сегодня шел с такой установкой, что те коллективы, которые вы выбирали без меня, потому что я на один день отлучался, я буду к ним, наверное, с большим каким-то кредитом доверия и большей лояльности, потому что, ну, я не знаю, потенциал, не видел, чем же они вам так понравились. Поэтому, конечно, с такой подачей встречал ваш номер, но потом, когда руководитель отбила ритм, я подумал, ну, тут попробуй не встань, потому что это было так... Такое... Да, да, и не снились. Следующий хлопок будет тебе по спине. Мне кажется, тебе нужен такой руководитель. Ну, кстати, да, я бы подумал. Но это было потрясающе. И солист, и все вместе. Центральный участник хора, это, конечно, просто... Это жемчужина. Это жемчужина. Спасибо вам большое. Это было виртуозно. Спасибо. А группа Кватор в полном составе стоит, да? Ну, вы не в полном. Вас... Да. Всем здравствуйте. Сотня, всем привет. Мы просто вдохновлены вашей мотивацией, вашей любовью к тому, что вы делаете. И все вот эти сорок человек в каком-то едином порыве, в единой любви к музыке сливаются, и, собственно, происходит то, что вы видите. Сто баллов. Мы вас поздравляем. Это невероятно. Хочется еще отдельно добавить, отметить эту потрясающую женщину, просто укоротительницу такого количества мужчин, сказать вам отдельные слова благодарности, поздравить вас с этим замечательным праздником, с вашим днем. Просто вот у меня не очень хорошее зрение, но издалека, мне кажется, что стоит реально Мэрил Стрип из какого-то самого популярного фильма. Согласитесь со мной. Исполнение потрясающее. Вот что делает простота, чувство ритма и чувство стиля. Спасибо вам огромное за это. Спасибо. Ну, Сергей, взрывайся. Давай. Надежда Васильевна, позвольте вас также поздравить с 8 марта. И хочется сказать, чтобы вот эти мужчины приносили вас на руках просто. Потому что вы главная драгоценность, безусловно. И знаете, самое интересное, что вы очень запомнились, правда. То есть у вашего хора абсолютно точно есть четкое лицо. Мы вас ждали, потому что то, что делаете вы на сцене, это вау-эффект, это удивление. Вы нестандартно мыслите, понимаете, это здорово. При всем том, что вы очень внешне выглядите академично, но поете вы как-то неожиданно для нас. Вы ведете себя на сцене неожиданно для нас. Это пчелка летающая, которую мы забыть не можем, понимаете. Сейчас у меня не сходила улыбка всю дорогу. Вот все ваше выступление, улыбались ребята. Как важно с правильным настроем выйти на сцену. Вот продолжайте в том же духе, тогда победа у вас. Ну что ж, я приглашаю занять этот потрясающий коллектив. Первое место в тройке лидеров и мы прощаемся с коллективом Open Sound. Это то, чего мы вся сотня ждала. Такой заряд бодрости нам сейчас дали. Такой заряд радости. А заметь, это было просто? Просто было. И вот совершенно не важно на каком языке они пели. Ты понимаешь? Вообще не важно. Просто дали, вышли и устроили праздник. Настолько интеллектуально они подкованы, развиты для того, чтобы делать такой качественный материал. Выступление-то потрясающее. А это о чем говорит? Да. Что вокалист это в первую очередь интеллект. Интеллектуал. Да. Когда тут такие коллективы выходят, жить хочется. Вот прям вера в то, что у нас так все здорово и круто, и что у нас действительно есть педагоги, которые умеют и знают, как это сделать, как это должно выглядеть. Только что выступил самый многочисленный коллектив этого финала. Сейчас они в тройке с результатом 100 баллов, но их может обойти даже квартет. Ведь решает не количество вокалистов, а талант и качество исполнения. Вы смотрите самое непредсказуемое вокальное шоу. Ну-ка все вместе в хором! Здорово, если бы у нас весь пьедестал был. Каждый коллектив 100 и они соревновались в финале. Сережа об этом мечтает постоянно. Пусть будет 100, пусть будет 300. Я думаю, что на самом деле сегодня батлица будут трое по 100. Мы опьянеем в этот праздничный день от счастья. что будет в конце непонятно. Добрый вечер. Мы вокальный ансамбль «Арель!» В отборочном туре мы, конечно, очень волновались перед нашим выступлением. Мы начали петь. Тина сначала сидела такты 4-5, наверное, спели. Они просто сидят и все красное. На самом деле у меня была интрига больше, чем у всех, как все мои ребята стояли лицом к сотке, а я стояла спиной как дирижер. И, честно говоря, я даже не думала, даже не представляла себе, что там будет сотка. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сыграли на контрасте. Все были довольно, да, веселые, можно сказать. А у нас было произведение «Ава Мария», и текст был возвышенный. Оно действительно отличалось. И этот контраст, и то, что мы передали, помогло нам получить данный результат. Потому что было сделано все правильно, идеально. Сочинение, которое мы готовим для финала, мы надеемся, поразит всех в самое сердце. И для нас это очень важно, чтобы академическая музыка, она была настолько же востребована, как и популярная музыка, как эстрадная музыка. И сейчас наступило такое время, когда эту музыку стоит немножко где-то перевернуть, раскрасить, сделать, создать ей новую форму. И эта новая форма поможет войти в сердца зрителей, потому что эта музыка, она никогда не умирает. Раз она дожила до 21 века, она точно востребована. Просто нужно ее представить в чуть-чуть другом ракурсе, развернуть, повернуть, и она будет очень интересна и точно затронет каждого. Красно-черно, я не узнаю в Гриме, кто это? Ну уже заявка на победу, посмотри. Здравствуйте, дорогие друзья. Перед вами вокальный ансамбль Ариэль, город Москва. Интересное сочетание черное с красным. И одеты уже совсем не под классику петь. Да. Вот мне очень интересно именно от них послушать что-то другое. Мне нравится перемешанная цветовая гамма. Серьги, туфли, подтяжки, распущенная бабочка, цветочек, помада. Они подбирали, они подбирали, да. Они подбирали, да. П ОХОРОСКИЙ КОГАНИИ ВОЛИНКОМЕР СПОКОЙ СОБАКИЙ КОГАНИИ И ВОЛИНКОМЕР Ансамбль с ПОКОЙ СОБАКИЙ КОГАНИИ Поша, давай! 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 Давайте посмотрим, сколько голосов набирает вокальный ансамбль «Ариэль». Поша, давай! 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 Это был мужской хор «Мифи». А вот как выступил вокальный ансамбль «Ариэль». Напоминаю, что каждый эксперт может отдать свой голос только за один коллектив. За оба голосовать нельзя. Голосование закрытое. Результаты мы узнаем только по окончанию. Внимание, эксперты! Сейчас я прошу проголосовать тех, кто отдает свои голоса мужскому академическому хору «Мифи». Голосование за «Мифи» закрыто. Открываю голосование за вокальный ансамбль «Ариэль». Результат зафиксирован. Внимание на экран! Вот так проголосовала наша сотня. Академический мужской хор остается на первом месте. Вокальный ансамбль «Ариэль» занимает вторую позицию. Под общие аплодисменты всей сотни из зала! За время отборочных в полном составе сотня поднималась только дважды. И впервые это произошло на выступлении ансамбля «Ариэль». А сегодня ребята повторили свой успех. Но расслабляться пока рано. В эфире самое грандиозное вокальное шоу. Ну-ка все вместе хором и мы продолжаем этот финал! Я считаю, что вообще уже находясь в финале, ребята, ну это уже победа. Для молодых это вообще уже... Вообще выход на эту сцену это уже победа. Я хочу увидеть, как вы сегодня плачете, Николай. Если будет какая-то другая песня, которая будет проникновенная, почему бы нет? Здравствуйте! Командюра! Мы опять с вами! Ансамбль «Сулико!» В прошлом наше выступление все почему-то ожидали в основном, что мы споем грузинскую песню. Но тут не так уж дело пошло. Грузы не взяли и спели очень хорошую, красивую песню про жизнь «Есть только ми». Мои глаза глядели и туда, налево и направо, и смотрю, кто как встает. А ты не сказал, где красивые девушки сидели? А там все красивые. А там они все встали. Вот, девушки все красивые. И получили сколько баллов? 98 баллов. Получилось. Поделились с ребятами из Воронежа первое и второе место. Пи-и-и-и-и-и-и-и-иш. Аппouncy. Вот благодаря сотке и вашей программе мы оказались второй раз уже в финале. Следующую песню мы выбрали очень хорошую, красивую песню, старую. Кстати, все знают эту песню. Мы по-нашему будем преподносить вам эту песню очень красивую, теплую, как грузинское солнце, как душа. Это для нас большая честь выступить и выступать на этом прекрасном сцене, с этими прекрасными людьми, зрителями. Так что надеемся на победу и на первое место. А потом все, гонорары разделим все вместе по-другому. С обошвым столом. О, чвенни, чвенни. Байки! Какие символы, такие красивые. Да, да. Посмотрите, какие они. Такое впечатление они из-за стола сейчас поднялись и пришли сюда. Добрый вечер, уважаемые. И вновь ансамбль Сибио здесь на этом селе. Прекрасный вокальный шоу, но интригующее соревнование. Я надеюсь, что победит дружба, а мы просто вам споем красивую песню. Они не подражаем. Они не подражаем, да. Я сегодня ваша, ребята. А дядечки волнуются. Конечно. Прям видно, прям видно, видно. Волнительно очень. Что они сейчас? Что они споют? Будут петь. Что-нибудь грузинское? Точно. Мое любимое. В любом случае, знаешь, что они трогательные, что-то красивое они споют? В любом случае. Мы им сейчас подпоем. В любом случае, знаешь, что они не споют? В любом случае, знаешь, что они не споют? Браво! 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 Сидцов с резармина, Садови, свага на храним варази, Садови, шаварам тазминда. Такой лазурный небосок Сияет только над тобой, Тбилиси, мой любимый и родной. И на лекарстве стоит, Как память прошлых тяжких лет, Твою голову венчая, свиньи, доль. Рассветай под солнцем, Грузия моя, Ты судьбу свою вновь обрела, Не найти в других краях таких красок. Без себя и жизнь в мире вела. Садови, свага на храним варази, Садови, свага на храним варази, Садови, свага на храним варази, Боже, что происходит? Что происходит? Я не могу просто понять. Дорогие друзья, давайте посмотрим, сколько голосов набирает ансамбль Сулико. Торники, ну я к тебе подошел не только потому, что ты грузин. Всем здравствуйте. Поздравлений много не бывает. Давайте еще раз. Я надеюсь, что мужчины вместе со мной поздравят с 8 марта, дорогих женщин. Женщины — это наше все, это лучшее создание, потому что мы все появились благодаря одной великой женщине по имени Мама. Ты на меня смотришь-то? Ты тоже мама. И мать стены. Ты тоже мама и мать стены. Ну, скажу честно, это максимально неожиданно, потому что, разумеется, это мои старшие друзья, старшие братья. Я их прекрасно знаю, мы знакомы. И когда они мне начерикали, что они будут петь Тепелесо, такую мелодичную, ровную песню, так, чтобы поднялась сотня. Огромное вам спасибо. И вот вы правильно сказали, пусть победит дружба. Я однозначно могу сказать, что сегодня победила дружба народов. Спасибо огромное вам всем. Спасибо. Ольга Попкова, Олечка, с праздником, дорогая. Спасибо, разумею. Ты сегодня просто пиковая дама, я бы так сказал. Да, я твой туз сегодня. Мне кажется, это самый большой подарок сегодня всем женщинам. Девочки, дорогие мои, зачем нам цветы, когда у нас такие мужчины? Ну, это же просто потрясающе. Сначала хор физиков нас убил, потом вот вышли четыре просто невероятных, красивых, статных горца. Всех подняли нас с первых минут, с первых ваших аккордов. Слушайте, это так здорово. Какие вы молодцы. Продолжайте петь, дай бог вам здоровья и всего самого-самого-самого. Спасибо, Олечка. А передайте, пожалуйста, микрофон замечательной нашей грузинской семье. Они сегодня в каком-то невероятном стиле. Просто божгуа. Что касается сегодняшнего выступления наших дорогих, любимых друзей. Они так красиво вышли. У меня такое впечатление было, как будто за кулисами большой стол накрытый. И они прямо оттуда пришли сюда. И я думаю, после выступления нас всех туда же и пригласят. Я надеюсь. Мы с такой надеждой уже встали, как бы мы уже готовы идти. Ну и от нашей семьи, Алаверды, ну-ка, все вместе, ходом! Спасибо. Надаревья. Я сам выступал в первом сезоне на вашем месте. Я пел тоже песню на грузинском языке. И мне очень часто грузины говорят о том, что когда я вижу вас по телевизору, у меня вот мурашки по телу, да, у меня гордость берет за то, что я грузин. Я с благодарностью воспринимал эти комплементарные слова. Но я такого сам никогда не испытывал. Сейчас я это испытал. Я на вас смотрел, и мои глаза наливались слезами радости. Я скучал еще больше по Тбилиси, еще больше по своим родным. И помимо вашей энергии, да, помимо вашего авторитета, да, вашего таланта, я хочу сказать, что эта песня была спета очень чисто, очень величественно. И вы подарили огромный праздник не только женщинам, но еще и мужчинам. Спасибо вам большое, Гай Харе. Этери, ну ты должна как грузинская женщина что-то добавить такое. Как у вас там принято это вот? Кто у вас вообще грузин хозяин? Женщина или мужчина? Мужчина. Мужчина, конечно. А женщина может говорить, когда мужчина грузин не разрешает? В моем окружении, в моей семье такого не было. То есть ты говоришь, когда хочешь? Да. Пожалуйста. Я хочу обратить внимание на высочайший профессионализм квартета Сулико. Эти ребята выступают как на большой сцене, так и в маленьких и не очень маленьких ресторанах, да. То есть ресторан, есть программа целая, которая, они с гитарами, и так, и так. Но тем не менее, да, говорят, ресторанные певцы, да. Я обожаю рестораны. И очень, очень небрежно к ним относятся. Вот вам, пожалуйста, пример, когда люди не теряют своего творческого лица. Ни в ресторане, ни в маленьком банкетном зале, ни на большой сцене, ни на огромном проекте масштабном в рамках всей страны. Спасибо вам большое. Посмотрите на них. Крестные отцы. Да, да, да. Абсолютно грузинская мафия сейчас, да, чуть-чуть? Ну, итальянская. На самом деле, друзья, уважаемые сотни, я поздравляю вас с новым рекордом. Потому что три сотни впервые за всю историю на пьедестале. Более того, зная, что еще впереди участники финала, возможно, не последняя сотня, возможно, не последний рекорд сегодня еще. Относительно ваше выступление. Который раз я говорю, я надеюсь, что сотня со мной солидарны, что неважно, какой национальности стоят люди на этой сцене. Абсолютно. Грузины, русские, таджики. Давид Винер. Давид Винер. У нас разные были представители разных стран в нашем шоу. Мы всегда с большим уважением ко всем относимся и всегда рады всех видеть. И мы, прежде всего, оцениваем талант, голос артистов, а не то, откуда они приехали. Что касается вашего выступления, спели блестяще. Ну, как не встать, как не поддержать? Потому что мы всегда поддерживаем талантливое, хорошее выступление. Оно было таковым. Спасибо вам огромное за то, что вы принимаете участие в нашем шоу. А мне бы хотелось отдельно добавить то, что, вы знаете, квартет, каждый человек все-таки обладает своим определенным тембром, своим вот этим богатым колоритом. У вас настолько идеально совпадают все четыре голоса, что вы превращаетесь в один организм. Вы не квартет. Вы как одно целое звучите. Как инструмент, да? Вот, да, как инструмент. Вот это вызывает вообще отдельное восхищение. Действительно. Потому что каждый тембр дополняет друг друга и попадает вот в вот эту невероятную энергию, которая заставляет всю сотню стоять сегодня и просто биться в истерике от восторга. К сожалению, мы прощаемся с хором «Каданс» детской филармонии, Хакасской республиканской филармонии имени Чептыкова. Друзья, тройная ничья. Вот такой у нас финал сезона. По традиции мы должны определить, кто какое место займет в тройке. Нас ждет тройное тайное голосование. Каждый эксперт может отдать свой голос только за один коллектив. Сначала давайте посмотрим, как выступили эти потрясающие коллективы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Так выступил академический мужской хор «Мифи». А теперь посмотрим выступление ансамбля «Ариэль». И, наконец, стобальное выступление ансамбля «Сулико». АПЛОДИСМЕНТЫ Такие разные выступления, и каждый вообще 100 баллов. Я не знаю, как вы будете выбирать сейчас, но придется. Прошу ансамбль «Сулико» пройти на подиум лидеров. АПЛОДИСМЕНТЫ Сто баллов цифры красивые, но я прошу убрать эти результаты. Потому что на тумбах мы покажем результаты тайного голосования. Я объявляю голосование за мужской хор «Мифи» открытым. Те, кто первые выступали, кто сейчас первые стоят. Закрыли голосование за мужской академический хор «Мифи». Теперь я прошу проголосовать тех экспертов, кто хочет отдать свои голоса за вокальный ансамбль «Ариэль». Приступайте. Какая-то тишина. Закрыто голосование. И, наконец, я прошу проголосовать тех, кто отдает свои голоса за ансамбль «Сулико». Я знаю уже этих 10 грузинов. И всех остальных. Дорогие друзья, мы готовы увидеть результаты тайного тройного голосования. Соня, вы готовы? Лидер, ты готов? Я в шоке. Готов. Лидер, а вы готовы? Готовы. Выведите на экран результат ансамбля «Сулико». 24 голоса. Покажите результат ансамбля «Ариэль». 31 голос. И мужской хор набирает 45 голосов. Прекрасное голосование. Вы все на своих местах. Финал – это последний шанс для участников показать всей стране, на что они способны. Но победа достанется не тому, кто выложится на максимум, а тому, кто превзойдет сам себя. Это грандиозное вокальное шоу. Ну-ка все вместе хором и продолжаем. Это как надо любить родину свою, чтобы так красиво петь, как они спели. Прямо до слез, просто до слез. И этот финал утер нос другим финалом. Все то, что мы каждый раз ждали, наконец-то не прошло и пяти лет, потому что хор. Да, и кто бы мог подумать, что это так здорово вообще будет. Мне безумно нравится, что происходит, как происходит. Да. Мне нравятся результаты. То есть тебя вообще не беспокоит, что сейчас следующий, который будет выходить коллектив, он должен минимум 100, чтобы попасть сюда. Здоровье, пусть хоть еще остальные все по 100. Добрый вечер. Мы джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. Мы пели очень интересный номер. Из кантаты Карла Дженкинса «Диемус» наш номер назывался «Каяма». Это такая этническая история. Очень яркая, очень динамичная, эмоциональная. Этот номер был выбран не случайно. Он, конечно, дал колоссальную энергию, отправил в зал на зрителей, в данном случае на наших экспертов. Закончился номер, когда я повернулась посмотреть на стену, начала спрашивать, говорю, а кто встал? Мне так шепчут «Все». Да! Вот это финал отборочного тура! Вот это я понимаю! Заключительный, да, участник? Исну в сотку! Красивая вишенка на торте! Мы набрали 100 баллов. Шок и радость одновременно. Не ожидали, честно, такого результата. Потому что музыка специфическая и довольно отличается от того, что пели предыдущие коллективы. И, наверное, мы думали, что мы немножко не в контексте шоу. И поэтому думали, что не получим такого успеха, который у нас был. Мы попали в финал, в котором будут участвовать настоящие профессиональные филармонические коллективы. Потому что, когда мы увидели, кто вышел в финал, мы просто ахнули и поняли, что мы в таком обрамлении. И нам будет, конечно же, очень сложно. Наше финальное произведение – это в некотором роде смесь фольклорной музыки и современной музыки. Для меня это настоящая магия, настоящее волшебство. Такое чувство, что мы устраиваем шабаш. Это произведение дает веру в то, что у нас у всех есть суперспособности, и мы способны на все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это серьезные претенденты. Да? Как мне нравится их руководитель, господи, как она классная. Я очень болею за этих детей, честно скажу. Я просто первый раз вижу такой вышкаленный и такой профессиональный детский коллектив. Ну, он на самом деле уникальный. Да. Добрый вечер, уважаемая сотня. Как приятно вновь видеть вас. Очень мы взволнованы, но тем не менее, очень рады вновь стоять на этой сцене. Джаз-хор Государственной детской филармонии, город Екатеринбург. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу еще сто. А в прошлый раз они хорошо? Очень. Сто. Это сейчас будет просто улет. Это все. Сто баллов. Настроение. Сто баллов. Сто баллов. Девчата, давайте. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Победители, победители. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Хор Свердловской детской филармонии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто хочу сказать, реально, ребята, новый рекорд. Я клянусь, телезрители, мы, вот правда, мы голосуем сердцем. Никакой договоренности в честь праздника. Мы, нет, мы правда, потому что такие талантливые и классные у нас финалисты. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Анжелика? Анжелика, глаза на мокром месте опять. АПЛОДИСМЕНТЫ Серёжа немножко меня опередила. Я как раз хотела сказать, что это удивительное, уникальное шоу. Я пять лет где-то всё равно ждала, что будет какая-то команда. Анжелика, нажмите или не нажмите. Я конкретно сейчас про себя говорю. Сделайте шоу или не делайте шоу. Ни-че-го. Это шоу, в котором я принадлежу только себе и музыке. Вы понимаете, что происходит? Ну и немножко мне. Это прекрасно. Вы понимаете, что происходит? Казалось бы, что в наше время это невозможно. Невозможно сделать что-то без звонка кому-то. Без какой-то команды сверху. Мы поистине спустя такое количество сезонов заслужили место на Олимпе справедливого шоу. Вы понимаете, что происходит сейчас? И вот эти сотни – это тому прямое доказательство. Спасибо, моя дорогая. С праздником. Ну, какие на тебя нашли поэтические вдохновения? Девочки, 1919 год. Молодая Россия. И Ленин выступает против балетного искусства. Он говорит, что нам это категорически не нужно. И вступается Луначарский и говорит, Владимир Ильич, а как же фарфор? Вы же позволяете фарфор? Он говорит, да. Так вот, балетное искусство – это и есть фарфор. Вы сейчас самый дорогой тонкий костяной фарфор. А вы знаете, как проверяется, допустим, какой-то предмет фарфоровый на то, целый он или нет? Знаете? Да. На ладонь, и нужно постучать, и он поет. Вот вы сегодня так пели. Вы без изъяна пели. Спасибо, фарфоровый. Настя, Настя. Ну. Ой, Коленька. С праздником. Спасибо. Ты закрывала уши, я видел, да? Нет, я была просто в шоке, на самом деле, на сцене это был не просто хор, это был какой-то живой организм. Когда вы начали двигаться, у вас такая появилась хореография, мы просто обалдели. Это движение рук, это ощущение было, что как будто бы задвигалось, какие-то волны. И у каждого, я думаю, на этой стене были свои интерпретации, что происходит на этой сцене. Это было настолько стильно, что просто теряюсь в словах, потому что это было потрясающе. Спасибо огромное. Девочки, с 8 марта, это заслуженная сотка. И вас. Никита Никитин. Слушайте, ну, у меня на самом деле нету слов. Мне хочется просто сказать, что вы невероятные, вы блистательные, вы огромные, молодцы. У меня мурашки были все время. До сих пор, я прям вот правда стою, меня можно вот прям очень классно. Спасибо вам большое. Сейчас с тобой займется Крайновый, не волнуйтесь. А передайте микрофон дуэту Римские. Вот я хочу в лице вашего дирижера, вашего руководителя сказать, что это все ее заслуга. Вот вы выходите на сцену. Марина Макарова, наши аплодисменты. Спасибо, спасибо. Между вами невидимые какие-то ниточки, понимаете? Вот это какая-то энергия уединения. И я просто заклинаю, умоляю, чтобы второму, третьему и сотному сезону, ну-ка все вместе хором, быть. Спасибо вам огромное. Безумно счастливы. Ребята, какие вы невероятные. Вы растрогали меня просто до слез. Я рыдала, до сих пор вся трясусь. Спасибо вам за такие эмоции. Низкий поклон руководителю. Вы делаете такое чудо, у вас такое чувство стиля. Вы настолько это сделали модно, красиво, в тенденциях. И по-своему в жанре хоров, что вы просто, ну, мое сердце сегодня просто с вами. Просто спасибо вам огромное. А что скажет стилист, наш клипмейкер, Алишер, певец? Вот эта девушка стояла, реально рыдала так. Я думаю, хоть бы Коля дал ей микрофон. Так я и хотела, это же наш астролог, ты что? Нет, помимо того, что астролог, она землячка. Она рыдает за своих. Как землячка? Ты откуда? Да, передаю. Люблю вас, вы супер, всех праздников. Не плачь. Екатеринбург, столица мира. Это правда. Да, друзья, я переживала за вас так сильно. Я вообще была готова сегодня, если кто-то не встанет, натравить на них Сатурн. Но, друзья, я вас поздравляю, все в порядке, нормально, живите спокойно. Сатурн всегда готов. Я когда была маленькая, я хотела петь в джаз-хоре, детской государственной филармонии. Но родители меня туда не отдавали. Как будто бы я все-таки оказалась рядом с вами и пела. Спасибо вам огромное, вы супер. Ну, а куда сегодня вошел Сатурн? Вы знаете, у Екатеринбурга появилась еще одна достопримечательность. Это ваш хор. Вы знаете, я хочу сказать, что два выступления ваши, и они феноменальны, они не похожи на других, они не похожи друг на друга, и происходит какая-то магия. Мы же не можем подпевать вам, мы наблюдаем, мы с открытым ртом стоим. Что первая, что вторая песня, ваше выступление, я не знаю, что это за материал музыкальный, но вы какие-то странности поете, как какие-то шаманские танцы, и мы прям с вами вместе. То есть вот эта магия происходит второй раз. Спасибо вам. Вот такие выступления, это настоящие победные финальные выступления для финала. Браво. А еще выходить после трех соток, понимаешь, у вас нет шанса даже 99 набрать, чтобы пройти дальше. Ну, за это отдельный аплодисмент я предлагаю. За смелость. Ну что ж, дорогие друзья, четверное тайное голосование. Да. Офигеть. Такого не было еще в истории нашего проекта. У меня для вас важное объявление. Поскольку это первое четверное голосование в истории, это голосование будет на вылет. Тот коллектив, который наберет меньше всего баллов, покинет финал. Сережка начал что-то думать. Поэтому я прошу экспертов очень ответственно отнестись к этому моменту. Прислушайтесь к своим сердцам. Откройте свои порталы. Пускай Сатурн и Венера найдут какую-то гармонию в вашем голосовании. Каждый голос важен, друзья. Всего один раз голосуем за одного из... Не забывайте прислушиваться к своему лидеру. Потому что истина где-то посередине. Давайте посмотрим на выступление всех коллективов. Академический хор Мифи. Вокальный ансамбль «Риэль». Ансамбль «Риэль». Ансамбль «Риэль» И, наконец, джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. Ансамбль «Риэль» Я прошу Сумбы убрать эти прекрасные цифры. На них мы увидим результаты голосования. Итак, я прошу экспертов сейчас вспомнить, что каждый из них может отдать свой голос только за один из четырех коллективов. Вы можете нажать красную кнопку только единожды. Я прошу проголосовать тех, кто отдает свой голос за мужской хор Мифи. Закрыто голосование. Следующий коллектив, который вы осчастливите своими голосами, это вокальный ансамбль «Риэль». Голосуйте. Закрыли голосование. Теперь, пожалуйста, проголосуйте 10 грузинов. Я объявляю открытым голосование за ансамбль «Сулико». Закрыто голосование за «Сулико». Открываем голосование за джаз-хор из Екатеринбурга. Закрыто голосование. Итак, дорогие друзья, дорогие зрители, сейчас я озвучу результаты первого в истории нашего шоу четверного тайного голосования. Результаты наших лидеров, которые находятся на подиуме, мы покажем на экранах. И вы сами легко посчитаете результаты хора из Екатеринбурга. Потому что у нас всего лишь 100 голосов. И три экрана. Прошу показать, сколько голосов набирает ансамбль «Сулико». Это все дурники. Итак, 9 голосов. Я хочу заметить, что вы потеряли одного грузина. Он думал, что он скроется. Взять сам себя запалил. Теперь покажите результаты ансамбля «Рель». 12. Теперь покажите результаты академического мужского хора «Мифи». 29 голосов. Плюс 12 и плюс 9. Это 50. А значит, джаз-скорость Екатеринбурга набирает 50 голосов. И занимает первое место в тройке лидеров. А мы прощаемся с замечательным коллективом «Сулико». Я прошу лидеров сдвинуться на одну позицию и освободить первое место для представителей хора Государственной детской филармонии. Город Екатеринбург. Ну и, конечно же, на тумбу лидеров вернулись и красивые результаты. По 100 баллов. Вот это финал. Первый случай, когда выходишь на 100 и проигрываешь. Поешь на 100 баллов и проигрываешь. Это просто удивительная история. Для меня динамика вообще просто произвела впечатление огромное. Какая работа, ты понимаешь? Не считая того, что это дети, им 15-16 лет. Дети. И какие у них вот интересные художественные ходы, я имею в виду, в плане тех же самых рук. Честно тебе признаюсь, у меня никогда вот эти, как мурашки, никогда не ходят. Вот честно. Здесь реально у меня вот имена, я не знаю. Но просто вот, блин, сложилось у них. Они правда классные. Очень крутые. А ну они одни из претендентов точно. Прямо точно. Ну да, скорее всего. Я не удивлюсь, в общем, если... Лев Борисович, вот я бы про это говорил. Когда я говорил про катарсис, я говорил про это, понимаете? Что ты ждешь, что действительно тебя захватит. Я видел, что Николай, на самом деле, он был на грани того, чтобы расплакать. Я тоже, на самом деле. То есть это трогает. Вот это настоящее коллективное хоровое пение, которое лучше сольного. Я думаю, это не последнее такое голосование на вылет Соткин. Это финал. Сегодня соревнуются только лучше. Неважно, поднимали вы сотню раньше или нет. Важно сделать это сегодня. Четыре коллектива уже справились. И что-то мне подсказывает, что это снова может произойти. На финале самого мощного вокального шоу страны. Ну-ка, все вместе, хором! Интрига все нарастает, она растает. Уже осталось два коллектива, а интрига еще висит в воздухе. Это очень здорово и редко бывает. Чтобы такое единение у сотни было, это прямо вообще с дельцом. У меня уже начинает ныть что-то внутри меня. О чем ныть? Становится жалко тех, кто уйдет. Да, это правда. И жалко тех, кто уйдет. Понимаешь? Здравствуйте! Мы мужской хор «Ортодокс», город Воронеж. В отборочном этапе наш коллектив исполнил замечательную композицию группы Queen «Богемская рапсодия». У меня такое ощущение на пятках мурашки появились в момент. Мы исполняли все полностью акапелла. То есть наши ребята и за все инструменты пели, и солист, естественно, за Фредди. То есть мы все и хоровые партии Queen'ов пропевали, и все оркестровые. И в этом была, я считаю, была та самая фишка. «Богемская рапсодия» Должен сказать, мы сами не ожидали, что почти вся сотня станет как один. 98 голосов! Просто переполняют эмоции от того, что мы в финале такого замечательного проекта. В традициях нашего хора поддерживать жанр соборного мужского пения, который издревле идет. Произведение, которое мы будем исполнять, оно в стиле русской музыки. И больше сказать не можем. Наши конкуренты очень все интересные. Наверное, больше нигде такого не услышишь, когда все разнообразное. И коллективы по составу, и по музыкальной составляющей все разные. И всегда сравнивают. Так, а как же на их фоне прозвучим мы? Хочется оставить глубочайшее впечатление от своего произведения. У нас для этого все есть. И наше произведение, я думаю, что не оставит равнодушным никого. Это которые в Багентской рапсодии пили? Да. Хорошие ребята эти? Да. Здравствуйте, уважаемые эксперты, уважаемые зрители. Вас приветствует мужской хор «Ортодокс» город Воронеж. Мы очень рады вновь стоять на этой сцене. И мы благодарим вас, что вы высоко оценили наше предыдущее выступление. И вот мы в финале. Творческая цель нашего коллектива – дарить искусство людям. И сейчас мы вместе с вами прикоснемся к истокам русского хорового искусства. Как это вам интересно. Очень красиво как. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 в храме Христа Спасителя. Эти несколько месяцев погрузили меня в атмосферу благости. И я очень счастлив, что наша русская духовная музыка существует, что она есть, что эти концерты поются. Ребят, знаете, как бы я не прислушивался, я даже советовался со своим коллегой и хотел найти какие-то червоточинки, но не было, не было. Мне даже казалось, что может быть или тон поплыл, или что, а оказалось, что, вы знаете, поплыл я. Спасибо вам большое. Спасибо. Юра Романов, ты встал на первой секунде. Мы на самом деле ждали очень долго то, что случится. И на самом деле русская духовная музыка в вашем лице пришла. И, честно говоря, я в этом сезоне столько нарыдался, и мое сердце сегодня тоже вместе с вами. Браво. Браво, друзья. Спасибо огромное. Спасибо. А что молодое поколение скажет? Вы знаете, вот этот хор показал искусство пиано. Они сделали тихую, красивую музыку профессионально, за что вам большое от меня спасибо. Вот. И я, знаете, я наблюдал за экспертами, как они тихо вставали, чтобы не нарушить вот эту гармонию, которую вы создали. Даже не могу, не хочу больше ничего добавлять. Браво. От моего сердца большое спасибо. Андрей Солод. Вот вы это явный пример того, как Бог управляет нашими сердцами, нашим талантом и нашими голосами. Потому что, если бы не его благословение, потому что вы делаете сейчас богоугодное дело, вы прославляете Богородицу. И, конечно, и любое пиано, и громко, и тихо, и все остальное, это будет звучать беспрецедентно круто. Потому что не будет благословения, не будет ничего. Ни искусства, ни здоровья и всего остального. Поэтому дай вам Бог удачи. И идите с миром и прославляйте. И пусть вам будет счастье во всем. Спасибо большое. Можно Максиму Пеичеву передать микрофон. Что я вам хочу сказать. Это было просто эталонное исполнение этого произведения. Во-первых, одно цепное дыхание чего стоило. То есть не было стыков вот этих вот. Потом градация фортепиано тоже потрясающая. Я пою это произведение уже сколько? Наверное, ну года четыре. Но ваше исполнение, оно просто образец для подражания. Я вам так скажу. Сергей Лазарев. Я, честно говоря, хотел бы перед тем, как я скажу, услышать все-таки слово человека, который считает, что это не сто. Нет, мы не хотим слушать это его мнение и все, не надо. Нет, что значит нет. Потому что, на мой взгляд, это правда было эталонное выступление и по звучанию, и по смыслу. И вообще, в принципе, это было ступальное выступление. Сережа, Лев Борисович, в отличие от тебя, пел в церковном хоре. Ему виднее. Вот и все. Я хочу услышать. Просто нужно как бы отвечать за свои поступки, отвечать за свои нажатия. Все, у нас 99 голосов. Сереж, как тебе выступление? Ладно, можно тогда хотя бы... В честь Лев Борисовича. Спасибо. Дорогие, уважаемые ребята, мужчины. Вы показали невероятный уровень, высоченный уровень своим выступлением. А еще ценно то, что вы работали в разных жанрах. В прошлый раз вы квинов пели, а сегодня церковную музыку. И я уверен, что и другие песни, другие жанры вам тоже удаются на все 100 баллов. Очень жаль, очень жаль, что на этом заканчивается ваш путь в нашем шоу. Но я уверен, что огромное количество почитателей у вас уже есть. И еще больше появится. Это ни в коем случае не проигрыш. Это взлет. Это взлет и трамплин для вас. Спасибо. Но я все-таки, все-таки, как человек, который в какой-то степени отвечает за мнение «Сотни» и лидер «Сотни», я сижу по центру уже шестой год, все-таки хочу узнать мнение Лева Борисовича. Лев Борисович. Потому что за свои слова, за свои поступки принято отвечать. Вы знаете, я к вам иду сейчас с большим уважением, на самом деле. И знаю то, что вы пели в церковном хоре. Я же не ругаюсь. У вас наверняка есть свой взгляд. Поэтому вот со всем профессиональным уважением просто ответьте Сергею Лазареву. Не Сергею Лазареву, а вообще просто прокомментируйте свой выбор. Всем. Значит, для того, чтобы говорить, церковное произведение исполнено эталонно или нет, надо действительно иметь опыт работы в церковном хоре. И я его, к счастью, имел. И имел на протяжении более чем 10 лет. И не просто где-то, а в крупных очень хорах. Это сестры. В архиерейских и так далее. Мы сейчас слышали произведение Сергея Васильевича Рахманинова из его потрясающего всеночного бдения. А для того, чтобы говорить, оно эталонно или нет, это исполнение. Послушайте старые записи хоров Богоявленского патриаршего собора. И так далее. Как, ну, пример. Значит, была басовая подушка, кстати, не очень хорошая. Как мне это... Да, я не слышал ее. Да, там были басовые голоса, но для этого данного произведения этого мало. Ликования в кульминационной части тоже было мало. Отличие пения церковного произведения, да, вот светского, и если это непосредственно исполняется в храме, это ликование. Мы поем Богу. И одно дело спеть просто, чисто, спеть правильно, спеть со всеми техническими нюансами. Это одна история. Но спеть это в стиле и спеть это так, как поют именно церковные хоры, притом старые, сейчас так уже не поют, к сожалению, за редким-редким исключением. Вот это действительно мастерство. Поэтому я не встал, мне не понравилось кое-какие моменты в исполнении. Это правда. Мы уважаем ваш голос. И с результатом... Спасибо вам за все. Спасибо. С результатом 99 голосов мужской хор «Ортодокс» завершает борьбу в финале нашего спецсезона. Бурые аплодисменты! Храни вас Господь! Лев Борисович, ну вы, конечно, учудили, учудили. Очень хорошо учудили. Главное, что все обосновал. Но это не... Какое это обоснование было? Это, знаете, как? Очень хорошее обоснование было. Споет человек песню Магомаева. Ну, послушайте Магомаеву, это же было лучше. Ну, давайте послушаем, что было 150 лет назад. Это было очень хорошо. Они спели не в стиле. А что такое в стиле? Для этого нужно... Иметь опыт работы. Нет, так я вас спрашиваю. Вот вы опытный человек. Скажите, что такое в стиле? Не скажу. Вы взяли обед молчать? Все, что я имел, я сказал. Просто я считаю, что это... Лев Борисович несправедливо к коллективу поступил. Нет, это вообще неправильно. Это дело заживое. Это его личное. Это что-то личное. Мы на то профессионалы, чтобы не подключать сильно людей. Он просто реально полосанул, так полосанул. Ну, поэтому, Лев Борисович, он врач. Он врач. Он режет по-живому. А мы артисты. В этом сезоне осталось только одно выступление. Произведет ли оно фурор? Или едва заметно пройдет мимо? Давайте узнаем. Но для начала спросим наших фаворитов. Остался один коллектив, который может изменить, ну, исход в тройке лидеров. Обидно ли будет покинуть финал за шаг до главной дуэли? Вопрос. Ариэль. Обидно будет не спеть еще раз. А, хотелось бы спеть именно. Но все-таки сотка, это уже, мне кажется, победа в любом случае сегодня, девчонки. Конечно, сегодня все победители. И это уже, так сказать, от нас не зависит, если мы уже спели. Мы же ничего сделать не можем. Мы просто стоим и наблюдаем за процессом. Ну, волнуетесь или нет? Конечно, волнуемся. Конечно, очень волнуемся. Хорошо, спасибо. Мифи, вот что нужно спеть в такой ситуации, чтобы снова поднять сотню на ноги целиком? Как вы думаете? Ну, надо, чтобы они не заснули просто, что-то сделать такое, да. Браво! Можно я передам трубочку, говорит, нашему солисту Ивану Дятлову. Вот интересно это мнение хора будет. Ну, я как единственный мужчина, который сейчас стоит за тумбами, и, в принципе, все сегодня это делают, я хочу от лица академического мужского хора Мифи поздравить всех наших мам, бабушек, девушек с Международным женским днем и пожелать всем вам крепкого здоровья, светите, благоухайте и вдохновляйте нас, мужчин, на хорошую музыку. Ну, а по поводу вашего вопроса, конечно, мы волнуемся, но мы очень хотим показать все грани нашего творчества, все грани нашего академического хора, поэтому рвемся в бой и надеемся, что все-таки удастся спеть для всей сотни. Это радует, ваш настрой просто заряжает. Ну, джаз-хор из Екатеринбурга. Скажите, кого вы считаете своими главными соперниками? Вы знаете, когда мы попали в финал, мы поняли, что для нас соперники здесь абсолютно все. Мы единственный детский коллектив. Все остальные взрослые, профессиональные, очень хорошо обученные, филармонических много коллективов, поэтому, собственно говоря, в этой обойме вообще находиться это большое счастье. Ну, для нас тоже это большое счастье. Ну, что ж, лидеры уверены в своих силах. Изменится ли состав тройки после заключительного выступления? Узнаем скоро. На сцене последний финалист специального сезона. Ну-ка, все вместе хором встречайте! Каждый коллектив, который выходил сегодня, фантастика просто. Каждый индивидуален. И я переживала, что у нас будет просто сплошной академий хор вот одной песни. Но этого не случилось. Каждый выходит и поет какой-то шедевр, что просто нет слов. Что просто отваливается. Маринчка, сейчас такой шедевр будет. Ну, вот сейчас реально держитесь. Вот просто держитесь. Да. Здравствуйте. Мы государственный камерный хор Республики Татарстан. Мы счастливы, что мы вышли с татарской песней. Это для нас предмет гордости. Мы все-таки, у нас миссия такая, продвигать наше национальное искусство. Очень отрадно было, поскольку мы использовали микс татарской народной песни о калфах и всем известных половецких плясок Александра Парфеевича Бородина. Это было очень интересное сочетание, на которое сотни так, ну, очень ярко и эмоционально среагировали, что было для нас невероятно лестно. Я, конечно, по своему безумству думала, что раз мы пошли в финал и набрали 99 очков, то уже ничего не будет. Ни батла, ничего. Ой, я забыла все правила, ну, мозг-то девичий. Мы выступали против ансамбля вокального SIX, BNG, если не ошибаюсь. Как запомнилось название, просто молодец. А говорили никто не запомнит. А говорили никто не запомнит. Мы порвали всех. Мы порвали, потому что это было суперкруто. Мы вышли и все просто... Ты самонадеянный, Максим. Ну, потому что оно так и есть. Потому что мы самые лучшие, это факт. Хоровое искусство, понимаете? В принципе, забытый жанр искусства. Когда-то славный российский хор. Что может быть красивее, выше и чудеснее этого? А мы стараемся осуществить вот эту попытку соединить традиции смешанного звучания, вокальной техники и современных форм, актуальных сейчас, которые готовы захватить слушателя. Ну, что ты думаешь? Сейчас они дадут жару? Я ничего не думаю. Я понимаю, что сейчас будет опять бабах в хорошем смысле. Держу за них кулачки, но если будет плохо, мне придется не вставать опять же. Но я думаю, что плохо не будет. Какие некрасивые коты. Смотри. Здравствуйте, дорогая, уважаемая сотня. Хочу начать наше выступление в воспевании, о, Санна, великолепному веку нашей с вами Родины, нашей молодости. Тогда, когда люди в метро читали книжки. Мы, наверное, были немножко беднее, чем сейчас, но зато мы были дружные, мы пели песни. И в этот великий день я хочу просто в поиск поклониться великой женщине, без песен которой не прожил ни один человек в этой стране. Александра Николаевна Бахмутова. С песнями которой мы жили, живем и будем жить. Я эту женщину хочу слушать постоянно. Я не хочу, чтобы она замолкала. Скажи. Ну, смотри, какие красавицы. Ну, красавицы. Лановы. Ну, красавицы. Я бы хотел пятую сотню за сегодня. Я бы хотел. Это вообще было бы круто. А я знаю, что они могут. Просто что они петь будут, я не знаю. Какая красота. Такой благородный звук такой у них. ПЕСНЯ 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 Среди святых из далеких веков, Я к тебе прилетаю в Беловежская пуща, Среди святых из далеких веков, Я к тебе прилетаю в Беловежская пуща, Многолетних лугов верещавая стать. О, докладыш тени, чей доклад берегущий, Дети зубров твоих не хотят вымирать. Беловежская пуща, Беловежская пуща, Дети зубров твоих не хотят вымирать. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Давайте, давайте, давай! Субтитры создавал DimaTorzok Давай! Субтитры создал DimaTorzok Ой, спасибо вам! Ну что ж, давайте посмотрим, сколько голосов набирает с легендарной песней Александры Николаевны Пахмутовой, Николая Николаевича Добронравова, Беловежская пуща, государственный камерный хор Республики Татарстан. Лев Борисович, спасибо вам большое! Ну я даже не знаю, я не знаю, но конечно сразу хочу передать микрофон песнирам, давайте передадим песнирам. Я попытаюсь сейчас собраться с мыслями, потому что вы меня покорили, и вы знаете, действительно, влияние Александра Николаевны Пахмутовой на ансамбль песниры очень большое, и она когда-то приехала в Республику Беларусь, вдохновилась замечательным местом возле города белорусского Брест, погуляла по Беловежской пущи, и для меня эта песня, она судьбоносная. Я когда попадал в ансамбль, я пел эту песню, и я до сих пор являюсь солистом. В общем, у меня очень много слов, ребят, скажите что-нибудь за меня. Артур хорошо исполняет эту песню, когда у него есть настроение, но вы, конечно, лучше исполняете, чем он. Спасибо большое вам, вы молодцы, супер, шедеврально, супер. А что у нас скажет семья МЧС? По-нашему по-военному, за наших всех женщин России, два коротка, один с удовольствием, на счет три и... Ура! 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 Зачет! Дорогие мои, я люблю вас, я полюбил вас с первого момента, когда вы вышли в отборочном туре. Вот мне спрашивали, легко ли судить хоры, да? Я говорю, просто судить коллектив, когда это один, один организм, когда он бьется в одной пульсации и вливается в мою душу, разрывает его к чертовой матери. Я вас люблю! Я вас люблю! Спасибо. Я представить себе не могла, что будет, правда, вот такое вот исполнение. Совершенно неожиданно, потому что мы видели вас совсем в других произведениях, и сегодня это что-то невероятное. Я обрыдалась, сегодня такой эфир. Спасибо вам огромное. Я восхищаюсь вами, как руководителям. Вы не дирижировали, вы танцевали, вы делали какой-то верхний брейк руками. Я не знаю, это было гениально. Спасибо вам огромное. Мы обожаем Республику Татарстан. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо огромное, ребята. Передайте микрофон Александру Шаганову, потому что он для меня такой же большой классик, как и Николай Добронравов. Спасибо, Коль, за такие лестные слова. Иван, ну, я хочу сказать, что это великое произведение, которое мы сейчас услышали, и такое оно самостоятельное в вашем прочтении о том, что говорит, что вы настоящие мастера, событийные. И я хочу сказать, обращаясь ко всем нашим судням, что, конечно, у нас очень сложный жребий, дорогие друзья, потому что это, как, знаете ли, в кинофильмах, один положительный герой конфликтует с еще более положительным героем. И вот сделать в этот выбор, кто лучше, Шарапов или Жеглов, это очень сложно зрителям, но мы стараемся. Спасибо большое. Светлана, Светлана. Я бы хотела отменить такую нашу уже привычную терминологию мурашки по коже. Это для 40 баллов голосов, для 100 – внутричерепное давление. Действительно, у меня, мне кажется, поменялся биохимический анализ крови несколько раз. А вообще, вообще, у нас великая страна с самородками от спорта до культуры, искусства и так далее. И я хочу сказать спасибо нам, россиянам, за то, что мы многоконфессиональная страна, за то, что мы гостеприимны, за то, что мы любим все народы, за то, что мы объединяем этим проектом каждого, кто хочет петь и дружить. И вообще, я считаю, хочу в заключение предложение для нашей большой страны, чтобы отметили такой проект именно государственной наградой. Этот проект достоин этого. Потому что здесь мы объединяем, здесь мы дружим по-настоящему. И никто отсюда не уходит без тех эмоций, которые честно испытывают дружба, любовь, творчество. Спасибо, Свет. Абсолютно. Степан Марсель. Во-первых, это самые хитрые татары, в которых затесался Иисус. Вот здесь посерединке, понимаете? Вот, какой, понимаете? И одновременно джарит лето, но это, конечно, шутки шутками, конечно, да. Но сейчас я стою, возможно, впервые за много-много сезонов, я дрожу, у меня дрожат руки, потому что то, что вы сделали сейчас, это действительно была какая-то глыба, какая-то мощь и какая-то такая сила внутренняя, энергетическая, от которой меня лично бросило в дрожь. Спасибо вам огромное от души. С любовью из Санкт-Петербурга от души. Спасибо. Родион. Я. Ну, как, вот смотри, вот так если подумать, это такое впечатление, что вот ты вроде бы, да, собираешься жениться и встречаешься с четырьмя девушками сразу. Ну вот, и у каждой по сто баллов после встречи. Вот на ком жениться-то? У меня претензии, на самом деле, собрали такой проект. Во-первых, я все-таки вернусь к слову «мурашки», потому что по-другому не скажешь. Но «мурашки» все размером со слона бегают по всей сотне. И вы понимаете, со всеми членами жюри ведь не договоришься, и от настроения тоже ничего не зависит. Это самый объективный конкурс на телевидении в принципе. Такого вообще не бывает. И поднять сотню пять раз за один день такого не было ни разу. Поэтому я снимаю себе всю ответственность и просто с предвкушением жду развязки. Это будет очень круто, я уверен. Ну что ж, развяжи в конце, Сергей. Ну, во-первых, на вас одно удовольствие смотреть. Просто как вы потрясающий и блестящий в прямом и переносном смысле выглядите. Я всегда говорю о том, что сцена все-таки то место, куда нужно специально как-то по-особенному одеваться. Для меня прям вот абсолютно эталонный ваш внешний вид, то, как это должно быть, на мой взгляд. Еще в таком количестве вы это потрясающе. Браво. Что касается вашего исполнения. Песня, конечно, легендарная. Вот в таком большом составе. И я слышу ее впервые. И мне так понравилось. Я поймался на мысль, что я чуть не расплакался, потому что у нас такие финалисты. И что у нас, ну правда, гордость, гордость внутри от того, что такие финалисты. Каждый уникальный коллектив. Просто уникальные. И эти сотни, они абсолютно заслуженные. Поэтому, конечно, мы в тупике. Но правила таковы, что мы должны выбирать. И сейчас будет опять тайное голосование на четверых. Я желаю вам, безусловно, удачи. Но каждый из вас из четверых уже победитель. И наши грузины, которые, к сожалению, покинули, они тоже набрали сотню. Поэтому я вас благодарю за это эстетическое удовольствие. И вокальное, безусловно, спасибо. Ну что ж, нас ждет тайное четверное голосование. На выбывание. Как и в случае с коллективом Сулико. Тот коллектив, который наберет меньше всего голосов, покинет финал спецсезона «Ну-ка, все вместе хором». Итак, мы обнуляем ваши результаты. И теперь еще раз предоставим всем возможность насладиться вашими выступлениями. Итак, внимание на экран. Вот как выступил джаз-хор Свердловской государственной детской филармонии. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте вспомним, как выступил мужской хор «Мифи» Национального исследовательского ядерного университета. ПОЗДУЮТ Вань, ну я тебя поздравляю, у тебя сегодня просто ротация зашкаливает. Давайте вспомним выступление вокального ансамбля «Ариэль». И, наконец, выступление государственного камерного хора Республики Татарстан. Песня «Ариэль» АПЛОДИСМЕНТЫ Будем голосовать в этом же порядке, дорогие друзья. Сначала я прошу проголосовать за джаз-хор из Екатеринбурга. Открыто голосование. Закрыто голосование. Теперь я прошу проголосовать те, кто отдает свои голоса академическому мужскому хору «МИФИ». Закрыто голосование за «МИФИ». Голосуем за вокальный ансамбль «Ариэль». Голоса приняты. И, наконец, я открываю голосование за государственный камерный хор Республики Татарстан. Можно нажимать кнопки. Закрыто голосование. Дорогие эксперты, вы готовы увидеть результаты? Да! Внимание на подиум лидеров. Покажите баллы вокального ансамбля «Ариэль». Тринадцать голосов. Давайте посмотрим результаты академического мужского хора «МИФИ». Шестнадцать. Покажите результаты джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии. 46 голосов. И оставшиеся 25 голосов набирает государственный камерный хор Республики Татарстан. По результатам этого голосования, к сожалению, мы прощаемся с вокальным ансамблем «Ариэль». А можно слово? Да. Знаете, что я всегда за честность и за то, чтобы это было действительно самое честное телевизионное вокальное шоу. Я за это бьюсь и буду продолжать биться. Какая главная задача в нашем шоу? Набрать 100 баллов. Правильно? Получается, что ты набрал 100 баллов, и ты проигрываешь, уходишь. Как такое может быть? Мне кажется, это нечестно. Тем более в финале. У нас такого никогда не было. Пять участников набрали 100 баллов. Я предлагаю, чтобы в батле, в финале, было 5 хоров. Просто потому, что это честно. Потому что не понимаю, как это вот человек уходит. Ты сколько набрал? Мы набрали 100. Ну, и мы проиграли. Не может быть. Поэтому я считаю, что должно быть еще одна песня у каждого хора и ансамбля. И там они уже покажут, и это будет финальное голосование. Когда мы будем смотреть их новые песни. Финальный батл на пятерых. И тогда возвращаем Сулико. Да! Возвращаюсь! Но, но, только, но, только я могу вам сказать, что мы не будем знать баллов. Вот они выступают по очереди, и мы не знаем, кто как голосует. Закрытое голосование. Договорились? Да! Да! Дорогие друзья, впервые в истории нашего шоу в финале 5 коллективов набрали по 100 баллов. И мы просто не можем этим не воспользоваться. Давайте выясним, кто из них сильнее и больше достоин победы в специальном сезоне. В этом нам поможет финальная дуэль, в которой сегодня будут участвовать все 5 коллективов, которые набрали по 100 баллов. Мы просим вернуться на сцену ансамбль Сулико. Друзья, прямо сейчас состоится главная вокальная дуэль всего сезона, которая войдет в историю нашего проекта. Лидеры снова выйдут на сцену, чтобы набрать максимум баллов. На этот раз результаты станут известны только после всех пяти выступлений. А они долго шли к этому моменту. Боролись против лучших коллективов страны и могли только мечтать о том, что окажутся в финале. И вот они здесь! Победа достанется только одному коллективу. Первым в дуэль вступает ансамбль Сулико. Давайте освободим для них сцену. Они постараются набрать 101 балл. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Клянули эти глаза на меня, но в небе Блесут звезды золотые Ячей звезд, очей твоих красав Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Они перегорели, мне кажется Где бы я ни был в пустыне безбрежной Моры, гора с пастухом у огня Эти глаза неотрывно и нежно Не помогая, глядят на меня В небе блесут звезды золотые Золотые Ячей звезд, очей твоих красав Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Только у любимой могут быть такие Необыкновенные глаза Необыкновенные глаза Необыкновенные глаза Аплодисменты Аплодисменты Мы хотим их проводить с этой сценой И попросить их уступить Эту сцену своим конкурентам А самих пройти на подиум лидеров Мы приглашаем на эту сцену Вокальный ансамбль Ариэль Время дуэлей наступило для них Пожелаем удачи Вот здесь хорошо Сопрана звучит Низов не хватает, да? Низов не хватает, да? Низов не хватает, да? Ариэль Ариэль Время дуэли Божественно, просто божественно! Это было очень красиво! Это было блестящее выступление, достойное финальной дуэли. Вокальный ансамбль «Ариэль». Мы просим вас уступить эту сцену вашим конкурентам. Для участия в финальной дуэли мы приглашаем на сцену академический хор «Мифи». Все ожесточение, ожесточение. Все-таки пять достойнейших. ПЕСНЯ Они все по отдельности персонажей. Их надо прямо изучать. И чаша гуляет с винтарным вином. Йо-хо! ПЕСНЯ 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 Гениально! ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Невероятно! Невероятно! Академический мужской хор Мифи! Хор охотников из оперы «Вольный стрелок» сейчас прозвучал на нашем финальном баттле. Ну что ж, это было шикарно! Браво! Спасибо огромное! Ну и теперь уступите эту сцену своим конкурентам! Спасибо! Молодцы! Сотни, вы готовы? Еще два выступления? Да! Встречайте на сцене государственный камерный хор Республики Татарстан! КОНЕЦ Мягкая атака звука! Мягкая атака звука! КОНЕЦ 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 Это было выступление Государственного Камерного Хора Республики Татарстан. Браво! Ну что ж, а я прошу вас уступить эту сцену еще одним финалистам. Ну что ж, я приглашаю для участия в дуэли джаз-кор Свердловской Государственной Детской Филармонии. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Что это за пчелки? Птички! КОНЕЦ 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 На сколько нравится. КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы просим всех призеров Этого невероятного сезона Выйти к нам на сцену Нарочно не придумаешь Так же невозможно, понимаете? Я вручаю вам Эту заслуженную статуэтку Она ваша С победой! Денежный приз 5 миллионов рублей Ну что ж, а я приглашаю на эту сцену всех призеров и победителей этого суперспец сезона. Ну-ка, все вместе, хором! Поздравляю всех победителей! Браво! Но это еще не все призы и подарки. Поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok Прямо сейчас давайте еще раз вместе исполним гим нашего проекта. Ну-ка, все вместе, хором! Поздравляю вас! А ну скорей любите нас, вам круто повезло! Ну-ка, все вместе, уши развеси! Лучше по-хорошему, сломайте на дождь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok